Вынужденные каникулы в Николаевской области родители не пускают детей в школу. Протестуют противообразовательные реформы, считают ее неэффективной. Почему, знают наши корреспонденты. 11-классница Инна видится со своей мамой раз в неделю. Теперь она вынуждена учиться в соседнем селе и жить на съемной квартире. В этом году Инна и ее одноклассники не смогли пойти в родную ульяновскую школу. Ее реформировали. Теперь в ней можно получить только неполное среднее образование. Старшоклассникам из прилегающих сел пришлось перейти в Сухо-Илановскую опорную школу. Но добраться туда практически невозможно. Поэтому многие родители отправили детей в другие учебные заведения. Сплошные выбоины и полное отсутствие асфальта. Это дорога в опорную школу. Родители подсчитали 24 километра и около часа пути только в одну сторону. И это при хорошей погоде. Хотя еще зимой в отделе образования обещали, что проблему решат в ближайшее время. У меня вот дети находят в 9 класс. Какая перспектива дальше, мы не видим никакой перспективы. Мы не видим так же в этой опорной школе. Возмущен изменениями и педколлектив. Еще в июне учителя обратились в суд. Но иск отозвал отдел образования. Следующий подали уже родители. Он сейчас в Одесском апелляционном суде. И когда начнется рассмотрение, неизвестно. Руководитель Новоодесского отдела образования нам пояснил. Говорить о создании Сухо-Елановского образовательного округа начали еще 6 лет назад. А в этом году решение утвердили. Только вот создать все необходимые условия не успели. От села Сухий-Еланов до Ульянюки проводился влитку ремонт. Там делали определенные службы. Я поведомлял родителям, что из районного бюджета выделено 1 миллион 500 тысяч гривен для ремонта этой дороги. Вот как эта дорога выглядит после ремонта. Видео местные жители сняли накануне. Родители заявили, пока не отремонтируют дорогу или не отменят решение о создании образовательного округа, детей на уроки пускать не будут. Во вторник они уже пытались привлечь внимание местных депутатов, но на сессии их слушать не стали. А вот после визита журналистов дорогу начали готовить к ремонту. Мы еще вернемся к этой теме и будем следить за ходом работы. Андрей Кровец, Марина Михайловская, Алексей Уманский. Подробности, телеканал Интер, Николаевская область.